Спасибо большое, Василия. Я тоже надеюсь, что нашим зрителям, слушателям будет приятно поучаствовать, и мы, соответственно, сможем нормально, интересно обсудить то, что на нас грядет, в какой бы форме это пока не было. Ну, тем достаточно много, да, это и налоговый маневр в отношении IT-компании, это и то, что там будет происходить с нулевой ставкой, и вопросы применения международных соглашений, что там сейчас будет, да, что происходит. Ну, на самом деле, есть и другие темы. Ну, давайте, может быть, начнем вот с того, что же там происходит в отношении, соответственно, IT-компаний, да, что же у нас связано с разработчиками и прочее, 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 потому что параллельно что-то забирают, что-то дают. Те, я бы сказал, виды компаний или то количество компаний, конкретные компании, которые могут пользоваться льготами, как-то при этом ощутимо меняется состав участников, которые имеют право. Коллеги, кто хотел бы начать на эту тему? Или если кто-то считает, что есть какая-то более животрепещущая тема, давайте начнем с нее. Я попробую по IT-маневру. Меня, конечно, больше всего вопросы НДС в последние годы волнуют. Я вообще считаю, что это более важный налог для нормального комплайент-бизнеса, чем прямые налоги. Значит, ну, давайте посмотрим вообще, кому льгота была выгодна, кому как бы не выгодна. Ну, очевидно, что если вы бизнес, находящийся на общей системе налогообложения, то если вы покупаете лицензии, IT-услуги, то, в принципе, вам эта льгота, ну, не особо важна. Да, вот я больше часть своего бизнеса, ну, не своего, Сименсовского, да, нахожусь именно в такой позиции. То есть я не уж трагедия, что будет выставляться НДС по лицензии. Окей, хорошо, значит. Ну, я могу также встать на сторону того, кто продает такие услуги, потому что в структуре группы компании Сименс есть компании, занимающиеся исключительно программным обеспечением, в том числе разработкой, поддержкой, продажей, перепродажей. То есть есть практически все. Хорошо. Для них, вот я когда разговаривал с финансовым директором соответствующим нашей компании, у человека была первая реакция. Хм, у нас больше не будет раздельного учета, то есть мы НДС возместим весь. Да, это основано на предположении, ну, для нас на факте, что наш клиент тоже является B2B, значит, это крупные бизнесы, они не применяют упрощенных систем, они, правила, ну, там, собираются 99%, они являются стаббанками, страховыми организациями, какими-то другими организациями, у которых есть большой объем выручки, не облагаемый НДС. То есть получается, что в целом ситуация-то, может быть, даже и улучшается за счет того, что становится возмещаемый НДС, по крайней мере, по административным расходам. Дальше, если мы, а у нас такое есть, мы продаем программное обеспечение, перепродаем, как правило, не только в России, но и за рубежом, и причем не только в ближние зарубежья, но и в дальние. Там все равно будет освобождение, ну, не освобождение, по критерию места реализации НДС не будет, и входной НДС возмещается. То есть в этом смысле, в принципе, все неплохо. И получается, что мы начинали, на самом деле, эту дискуссию, по слухам ее как раз IT-сектор начинал, что давайте, дайте нам право хотя бы отказаться от льготы по НДС. Да, там был такой заход, что на основании pick and choose, то есть хотим откажемся, хотим нет, но это была просьба бизнеса, то есть это происходит по просьбам трудящихся. И посыл простыми словами был такой, вы дадите нам право возмещать входной НДС, если мы откажемся от льготы, а мы захватим весь мир. То есть фактически отказ от льготы, он хорош для экспортеров. А когда я сейчас смотрю, для кого оставляется льгота, да, для реестрового программного обеспечения, ну, там еще вопрос, кто туда попадет, но получается, что в том формате, в котором оставляется льгота, в обязательном порядке ее применяется, даже нельзя отказаться. Это значит, что это какое-то российское программное обеспечение, предназначенное исключительно для внутреннего рынка, причем это должно быть либо B2C, где физические лица не возмещают, либо какой-то малый бизнес клиентами должен быть, либо какие-то специальные сектора типа банковского и финансового. И вопрос, а действительно ли вот это было целью, какой-то фокус был потерян и как-то все извращено. Да, я помню, по-моему, генеральный директор 1С с премьером беседовал. Да, я понимаю, в их профиль это укладывается. У них миллионы клиентов, бизнес на упрощенных системах, у них действительно B2C есть, по крайней мере, игрушки они выпускают, точно знаю. Да, но перекрывать этим экспортные возможности, то, с чего мы начинали, как-то все это очень странно. Притом почему-то вообще не поднимается вопрос техподдержки у нас. То есть мы ее из России, за рубеж не можем оказывать в нормальном форме техподдержки, когда подсоединяется инженер техподдержки и сам на твоем компьютере что-то исправляет. Вот такой центр можно разместить в Бангалории, он будет там, обслуживая Европу, не выставлять индийский НДС. Если мы в России такой центр разместим, то он будет выставлять российский НДС в Европу, и, соответственно, такого центра не будет в России. И, в общем, есть недоговоренность в этом IT-маневре, полностью потерян фокус. Я как бы считаю, что вот если бы я сидел как чиновник и все это выслушал, я бы скорее вообще эту льготу отменил, но в крайнем случае дал реестровому ПО хотя бы отказаться от этой льготы, потому что льготы не всегда хорошо. Спасибо. Кстати говоря, ты не думаешь, что... Вот мне много лет казалось, что все вообще эти освобождения от НДС в рамках B2B-операции – это такое большое надувательство. Потому что... Да, я тоже прихожу к этой мысли. Как бы нас не поддержат, опять же, банки, страховые организации. У нас есть некоторые искажения вообще структуры B2B по сравнению с Европой, потому что у нас большие вот эти пределы для входа в упрощение... для оставания внутри упрощенных систем. Но в целом, да, я как большой бизнес такой, вот если посмотрю на свои операции, то да, есть в этом какая-то неискренность. Они, в принципе, как бы не нужны. Часть из них носит бюджетный характер, чтобы фактически не распределять два раза деньги, то есть если закупает бюджет, да. Но я даже в таких ситуациях не вижу большого смысла сохранять. Вот ради единства я бы, скорее, отменил. Да, это поступило бы в бюджет, а дальше бюджет пусть сам как бы бюджетная организация финансирует, чтобы они могли закупить с НДС. Да, в общем, с Максимой я согласен. Ну, на самом деле, просто здесь такая вещь, что это такое ощущение, что B2B, да, понятно, банки, страховые организации, как покупатели, они несколько в стороне, но вот если именно берем такой B2B, основной сектор, да, вот я просто для наших зрителей приведу пример, да, допустим, есть некий товар, который конечному потребителю уже, да, соответственно, физическому лицу продается за 300 рублей. Сколько должно быть НДС, да, всего по всей цепочке собрано? Ну, 60 рублей, так логично, да, по ставке 20%. Представьте себе ситуацию, что производится какое-то там железо, продается в цепочке за 100 рублей, предъявляется, уплачивается, он бюджет 20 рублей НДС. Следующее звено, допустим, делает программу как раз, да, которая, соответственно, которую дальше лицензирует. То есть освобожденная от НДС операция, она выставляет следующему звено 200 рублей без НДС. После чего конечный производитель производит уже свой товар и продает его за 300, перечисляя в бюджет 60. Сколько всего получил бюджет? 20 на первом этапе и 60 на третьем. Итого 80, при том, что добавленная стоимость всего составила, давала возможность взять 60 НДС. То есть вот такой нехитрый фокус, который приводит к увеличению доходов бюджета на самом деле, как бы ни на чем. За счет того, что даже нет права на номинальный вычет, когда тебе нечего, вроде как, когда ты, собственно, если, ну, грубо говоря, кому льгота должна даваться, да. Если бы, допустим, третье звено получило счет фактуру, в которой было бы указано 140, ну, вернее, 40 НДС, и вычло бы ее, например, да, все эти 40, хотя не заплатило освобожденное лицо. То есть, в общем, льгота, это на самом деле, она какая-то для бюджета, оказывается, а не для кого бы то ни было. Даже если мы берем потребителя, то мы, естественно, понимаем, что все-таки спрос и предложение определяют цену, да, и потребители глубоко все равно, есть там НДС или нет конечного, да. Соответственно, вот вообще вся история с льготами НДС, она очень и очень непроста, так скажем, и всегда непонятно, чью пользу. Хорошо, но... А можно вот тоже в продолжении этой темы там пару слов сказать? Там, поскольку у нас фокус на НДС, я бы просто хотел просуждать немного более глобально вообще, почему, собственно говоря, вот возникла такая инициатива. Вот мы как вот с вами, Евгений, представители консалтингового бизнеса, я вот, по крайней мере, в своей практике вижу, что Россия очень серьезно проигрывает сейчас вообще в выборе, так скажем, IT-бизнесом, юрисдикции для создания своих там и операционных компаний, и холдинговых компаний. И это прежде всего, мне кажется, связано, ну, во-первых, когда вот возникает вопрос там выбора некой структуры, естественно, рассматривают ряд всевозможных критерий, это в том числе и вот те самые налоги, на которых у нас сегодня фокус там и НДС, но это не только НДС, это и налог на прибыль, естественно, это и социальные налоги. И в этом отношении, конечно, сейчас на международном фоне существует масса юрисдикций, которые дают очень серьезные преференции в плане того же налога на прибыль. Это и Ирландия в определенной степени, это и Кипр, это и определенные режимы, там, специальные льготы, налогообложения, дохода от лицензионных прав, от использования IT и так далее. Поэтому, в общем-то, здесь, как бы, поэтому и инициатива кустарства, собственно говоря, наверняка и появилась, чтобы вот стимулировать процесс. Все-таки бизнес не идти куда-то, там, в зарубежные юрисдикции, да, и инвестировать капиталы именно там, а все-таки как-то больше привлечь в Россию, потому что не секрет, что там и игровой бизнес, и рекламный бизнес, и вот который сейчас находится в очень такой стремительной фазе роста, конечно же, в большей степени выбирает именно вот те юрисдикции, которые я обозначил, там их масса, это и в Великобритании, и в Индии существует, но точно не Россия. Это с одной стороны, а потом, вот все-таки я хотел бы сказать, что, помимо всего прочего, почему, собственно говоря, эта инициатива может не иметь успеха такого оглушительного, потому что все-таки вот мы видим, что не только налоговые критерии, они важны, есть еще масса нюансов, которые, как бы, бизнес учитывает, это и стабильность, там, экономики, и стабильная валюта, это и, там, английский язык, и вот здесь вот не стоит, кстати, и квалифицированный кадр, и не стоит забывать, что все-таки вот в чем, как бы, может быть проблема России, это в том, что не секрет, сейчас Россия является такой некой токсичной все-таки страной, вот, в плане восприятия международного бизнеса, вот мы знаем, что некоторые банки некоторых стран отказываются платить на Россию, да, когда видят российские фамилии и российские уж тем более компании, да, то прямо стараются уйти от возможности взаимодействия, поэтому для многих вот иностранные, как бы, компании, иностранные юрисдикции, это, ну, как бы, некий плацдарм для того, чтобы начать свой бизнес, именно начать его вот в таком, как бы, удобоваримом для международных контрагент, все-таки IT-бизнес, он характеризуется тем, что у него очень широкий охват, то есть не обязательно получать прибыль в России, вот, зачастую, вот эти IT-компании, они, ну, получают, генерируют свою выручку везде по миру, это и китайский рынок, это американский рынок, европейский, то есть очень большая масштабируемость, и, конечно же, вот, все-таки, мне кажется, что здесь, в России, даже несмотря на то, что, в принципе, там, было предложено бизнесу достаточно, на мой взгляд, там, лояльные налоги, вот, в плане налога на прибыль, инициативы и социальных налогов, все-таки вот здесь, мне кажется, стоит поработать больше над имиджем и над вопросами такими, как бы, глобальными, политическими. Ну, конечно, программу максимум, Сергей, вот, говорите, что с целью все-таки улучшить, да, климаты IT-компании, как бы сделать привлекательнее, чтобы в России, а как вы думаете, вот эти меры, они к этому приведут? Ну, я думаю, что на самом деле, только налогами, да, ситуацию не исправить, на мой взгляд, то есть все-таки... Ну, мы все понимаем, что там в политике, да, абсолютно согласен обеими руками, ногами, да, но вот, если бы я чисто налоговую составляющую, все-таки вот эти, этот маневр, это позитив, то есть это все-таки для IT-компании сделает Россию более привлекательной? Ну, безусловно, безусловно. Скажем так, вот, опять же, когда в разговорах и при анализе, там, ситуации клиентов, вот, когда клиенты обращаются, это и game development, это и, там, опять же, интернет, какое-то приложение, то есть, конечно же, все танцуют, печкой являются налоги. Оценивают налоговую нагрузку и послабление, там, в том числе налога на прибыль, с 20 до 3%, ну, на мой взгляд, это существенное такое послабление, и, как мне кажется, это делает Россию, ставят в один ряд с наиболее популярными зонами в IT-сфере. Ну, безусловно, тут, как бы, помимо налога на прибыль и уже, как мы сказали, НДС и так далее, есть же еще и другие налоги, это есть налог на выход из юрисдикции, налог источника при выплате дивидендов, и там, и зарплаты, в том числе, те, которые уплачиваются непосредственно, там, физлицами, это и другие виды налогов, то есть, вот здесь, мне кажется, стоит рассматривать все в совокупности, ну, в целом, наверное, это, как бы, позитивный сигнал для тех, кто хочет все-таки инвестировать в отечественный, так сказать, рынок и развивать его. Думаю, что да. А вот, знаете, коллеги, на самом деле, я просто обратил внимание, что появляется вот это требование, чтобы в реестр, да, как называется, программного обеспечения и так далее были внесены. Соответственно, насколько я знаю, поправьте, может быть, я ошибаюсь, чтобы попасть в этот реестр, нужно, чтобы, собственно, права исключительные на соответствующие, там, программный продукт принадлежали российской организации, либо, ну, российскому, там, лицу, да. Вот, я вспоминаю, по крайней мере, если ничего не изменилось за 20 лет, когда я учился в бизнес-школе, нам рассказывали, как страновыми рисками управляет Кока-Кола. То есть, в каждой стране она экспортирует в соответствующую страну порошок, да, который, соответственно, просто добавь воды, и ты получаешь. Нигде нет ни информации о том, как делается этот порошок. Соответственно, потом она перебросила, и в России мы это наблюдали, тоже примерно тогда же, собственно, разливочные мощности на, по сути, подрядчиков своих, да. То есть, в любой стране у них практически, ну, кроме Штатов, нечего отнять, да. А вот с точки зрения рисков, если, соответственно, международная транснациональная группа, да, структурирует таким образом, что права исключительные на программные продукты, которые, видимо, важны для группы, оказываются в России, тем самым оказывается, что их можно, в принципе, и отнять. Не знаю, там какая-то субсидиарная ответственность, там еще что-нибудь перевернуть, да. Ну, мы знаем, мы видим, как это происходит, соответственно. Вот, и получается круг замкнутый, мы возвращаемся, что не льготами едиными, не налогами и так далее. То есть, нужно ли это кому-то? Ну, давайте я попробую ответить по поводу того, насколько можно отнять сложную программу, да. Ну, хорошо, ладно, допустим, зарегистрировано за российской компанией это право. Начинается, ну, скажем так, я не знаю, маски-шоу, да, в любых формах. Начинаются попытки отнять бизнес. Вот, когда у вас завод стоит, его можно отнять, да, хотя бы на металлолом продать. Когда у вас сложный технологический бизнес, поверьте, вот даже если у вас есть полный программный код программы, и это все, что у вас есть, да, а не просто как бы право, то разобраться с этой программой будет очень сложно, да. То есть, это будет, ну, фактически ничто. То есть, надо тогда брать людей, ну, не только собственника, который все документы подпишет и отпишет, но надо брать всех людей, которые смогут с этой программой работать, ее поддерживать и развивать. Хотя бы ее прям один раз скомпилировать, чтобы она запустилась. Что тоже не факт. Поэтому вот отнять можно попытаться и можно преуспеть, но это далеко не так просто. Да, по поводу права, если человек успеет выехать, то можно здесь ссуды выиграть, но ничего уже реально не реализовать через, там, исполнительное производство в других странах, потому что, ну, не будет поддержано соответствующими органами других стран. То есть, вот здесь, чем сложнее бизнес, чем более технологичен, тем лучше он защищен. В некотором смысле это, как пример, с Coca-Cola. Ну, можно, да. Если вот всю команду, как бы, привлечь, так сказать, к новому собственнику, то сработает. В противном случае, если есть только программа, только голое право, и даже голый программный код, там можно годами в нем разбираться. Ну, просто представьте себе, что такое, там, несколько мегабайтов кода, это там, ну, 100 страниц, да, 100 страниц кода – это немного еще. Программа может быть гораздо-гораздо больше. Вот, там, ее вычитывать с нуля – это годы инвестиций, не факт, что еще получится ее суметь использовать тому, кто ее перехватил. Ну, я все-таки хотел бы к налогам вернуться, как бы, потому что политические страновые риски, ну, мы не настолько даже налоги контролируем и влияем на них, но если бы у нас была последовательная политика и реализация маневров в отношении хотя бы налогов, ну, у нас этого нет. Да, безусловно, кого-то ставка низкая налога на прибыль может привлечь. Никаких вопросов. Ну, насколько она для стартапа, для того, кто только начал, применима? Ну, у вас прибыли пока нет. Да, тут, наверное, низкая заработная плата по сравнению с Европой, с США, пониженные социальные взносы, они, конечно, будут важнее. Да, а если у вас затраты идут, ну, как бы, на продвижение еще, и вы покупаете, кстати, где-то это было в основных направлениях налоговой политики, что там еще предусмотреть освобождение на маркетинг, на продвижение там на зарубежных площадках, НДСное, оно было, но оно было потеряно. Но, по всей видимости, тот, кто его изначально вписывал, они, как бы, ну, в принципе, понимали, о чем они говорят. Если у вас льгота, и у вас большие затраты на продвижение, это на зарубежных платформах, у вас входной НДС будет большой опять, а это оборотный налог, он перебьет сразу, и налог на прибыль, в отрицательном смысле, и социальные взносы. И мы снова возвращаемся к тому, что даже в начальных стадиях может быть НДС важнее, чем все остальное. Да, если у вас есть готовый продукт, если это только лицензия, если вы не продаете из России поддержку, для вас это, ну, как бы, неплохой режим налоговый. А дальше все, как бы, нюансы, нюансы, нюансы. Я думаю, что это надо выправлять. А, кстати, об НДС, вот это вот базовое освобождение, да, по лицензионным договорам, ну, там из вроде позитива, ну, смотря кому как, да, это то, что у нас САС все-таки прямо признается, да, что он попадает туда. То есть это software как услуга, да, для тех, кто, может быть, не в курсе. Вот с другой стороны появляются исключаемые области, да, то есть это ПО, которое направлено на поиск информации, там, рекламные и так далее, и тому подобное. Вот о чем может свидетельствовать вот такое изменение? Ну, первая часть понятна, просто чтобы снять сомнения. Хотя мне всегда казалось, что САС это тот же лицензионный договор, какая разница, где установлена программа, на чьем оборудование. А вот почему мы начинаем изымать вот это вот software, который предназначен для, действительно, поиска информации, для продвижения, там, рекламные и так далее. Там тоже довольно раскрычатая еще формулировка. Кто-нибудь может? Мне непонятно, я очень удивился, когда это увидел. Получается, нам не нужен, собственно, Google. Ну, примерно так, да. Странно, ой, достаточно, достаточно странно. Не вижу в этом никакого смысла. Ну, собственно, у нас даже вопрос есть в чате. Не кажется ли вам, что данная IT-регота пролоббирована для отдельных компаний? Ну, начиналось бодро, а вот закончили, действительно, беседы с премьером, я не знаю, так изначально было задумано, либо это какие-то чисто психологические вещи, что надо было пойти на уступки к бизнесу вроде как. Ну, здесь конкретные бенефицары. Это очень-очень-очень узкий сегмент. Я не знаю, делалось ли это под конкретную компанию, но круг бенефицаров, эта льгота очень-очень узкий, и он не соответствует тому, ради чего это изначально начиналось. То есть, если цель была привлечь там всех со всего мира пониженными ставками, там, налог на прибыль, да, то НДС этому мешает, напрямую мешает. Он играет в другую сторону. А дальше уже конкретно ваша математика, какие у вас там затраты основные, как все это работает, то есть, конкретный бизнес-кейс только надо анализировать. Но явно, что НДС в сохранении льгота играет в другую сторону, в обратно. — Коллеги, а можно я побуду таким оптимистом, да? То есть, понятно, я соглашусь с Владимиром, что действительно то, как было озвучено это в формате идеи, звучало очень здорово. И то, что мы увидели потом в документе, что, в общем-то, совершенно, не то, что совершенно, но сильно отличается от того, что мы изначально слышали или хотели услышать, но, тем не менее, это все-таки первый шаг, может быть, рассматривать это, что в дальнейшем будут внесены поправки, которые привлекут к этому больше компаний. Вот. То есть, у меня есть такая надежда. Потому что я соглашусь тут со всеми по этому вопросу, что изначально то, что я услышал, да, было здорово для IT-компаний, можно было порадоваться. Целью было, наверное, все-таки, чтобы российские IT-компании не уходили. То есть, известный кейс, когда там вологодские ребята создали там огромную компанию по игрушкам компьютерным, и в итоге они сейчас в Ирландии. Соответственно, чтобы таких не допускать вещей, чтобы оставлять их в России, естественно, даются какую-то любовь. Но на первом этапе пока она выглядит так. Но, может быть, в дальнейшем будет лучше. Может быть, поменяется что-то, может, они увидят, что это не совсем работает и будут носить изменения. Почему нет? Антон, на самом деле, каждый год есть такая надежда, что это просто они пока что-то не понимают. А потом они так начнут умнеть, умнеть потихоньку. Тем временем, правда, все привыкнут, что это ни хрена не работает, что-то помелочи будут менять, но уже так осадочек останется. Ну, на моей памяти, Антон, либо что-то хорошее делается сразу, пусть даже с отсрочкой введения, мне, конечно, боится такие вещи сразу выводить. Либо оно вот так и остается болтаться непонятно чем. Именно поэтому я сказал, что ненадолго я побуду оптимистом. Ну, вот ты сказал это мне пару минут назад, но ты все еще оптимист. Ну, окей. Я не знаю, насколько ненадолго ты собрался оставаться. Но, на самом деле... Сейчас можно сделать две вещи. Хотя бы дать право отказаться от этой льготы и все-таки поменять место реализации для прочих услуг, ну, для IT-бизнеса, это, в частности, техподдержка, но не только она. Вот тогда будет такой неплохой режим. Да, там останутся политические вопросы, но с налоговой точки зрения он будет вполне адекватный. Я бы, Владимир, вот еще добавил, вот это тоже в ответ на вопрос Евгения, вот с точки зрения перевода прав на интеллектуальную собственность на российские компании. Просто вот зачастую, вот насколько я это вижу, то есть IT-бизнес, он характеризуется тем, что он привлекает некие раунды инвестиций для стремительного роста. То есть заходят всевозможные инвесторы, это и фонды венчурные, это и какие-то частные инвесторы. И все-таки вот я вижу, что идет как бы явный уклон и явное предпочтение иностранному праву. То есть все-таки вот эти вот конструкции и механизмы инвестирования в IT-компании, они все-таки больше развиты за рубежом. И естественно, потенциальному инвестору, тому, кто дает деньги на развитие бизнеса, комфортнее вкладывать это где-то на уровне иностранной юрисдикции, в особенности, все мы знаем, вот эти вот венчурные компании, они зачастую имеют тоже прописку, не российскую, а зарубежную. И я встречался неоднократно на практике с тем, что одним из обязательных условий вот такого раунда и такого вхождения является как раз наличие зарубежной компании и подчинение всех соглашений зарубежному праву. Естественно, чтобы активы тоже были упакованы в какую-то иностранную компанию. Сейчас, правда, есть в этом плане, вот я тоже встречался с кейсами, когда вот эти, значит, компании, IT-компании, поскольку они зачастую участвуют в государственных всевозможных тендерах российских, да, то есть их заставляют перестраивать структуру и все-таки для того, чтобы иметь возможность участия в них, да, как-то подстраивать в российском законодательстве, проводить активы. Но все равно, мне кажется, что здесь тоже есть определенная, так скажем, проблема, да. И потом, все-таки, вот продолжение темы, что IT-бизнес, он международный, доходы извлекаются не только из России, и все-таки, если права оформлены на российскую компанию, мне кажется, это с налоговой точки зрения не так выгодно, если мы все-таки подбираем некую иностранную универсальную юрисдикцию, у которой максимальное количество там соглашений об избежании двойного налогообложения, которые могут применять эти нормы и получать доход в вот эту иностранную юрисдикцию, где права, да, от лицензионных отчислений по наиболее там эффективным ставкам. То есть все-таки я как бы здесь выступаю таким скорее пессимистом, да, в отношении этого маневра и режима нового, но мне кажется, вот эти вот факторы, они тоже могут там существенно тормозить продвижение и как бы некий успех в дальнейшем. По праву, по политике, по удобству, да, согласен, по поводу сети международных соглашений, но она достаточно большая, у нас сколько там, около 80. Я там по долгу службы смотрел, сколько у ведущих европейских стран, за 100 мало кто переваливает. Вот даже самые-самые большие и важные, там Германия, UK, там за 100 практически нет. То есть мы, имея в целом стандартное ОСЕД соглашение с стандартными условиями, имеем широкую сеть, как бы. То есть у нас, если поправим налоги, то все упрется в неналоговые вещи. Ну, тут уже совсем другие вещи. Я вообще считаю, что IT-бизнес, если он выстреливает, то его даже остановить нельзя. Вот с Телеграмом мы видели эту борьбу. Его остановить нельзя ни коммерчески, ни как бы, иногда даже силы не удается остановить. Поэтому дать ему возможность с налогами работать, чтобы он выбрал нашу юрисдикцию, а дальше он просто не остановится. Да, ну, кстати, это приводит нас, может быть, к следующей теме. Здесь часть НДС, может быть, последняя скажу, что это понятно, что теперь трансграничные операции по лицензированию сюда будут стандартно облагаться НДС, то есть, что, соответственно, будет на первый план вопросы регистрации прямой уплаты и все прочее, 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 о чем мы говорили многократно раньше. Сейчас, наверное, не будем останавливаться. Но, коль скоро мы затронули соглашение об избежании двойного налогообложения, напомню, что президент Российской Федерации где-то еще, по-моему, в феврале или в марте сказал, что все, хватит, это безобразие надо кончать. Есть страны, через которые, куда уходят стандартно роялти, проценты, да, соответственно, под нулевые ставки, а там вот на самом деле никого нет, и сдолбались разбираться, надо с ними либо динансировать, либо повышать стандартную ставку до 15%. И потом мы выяснили, что так до конца у нас нет ясности, какие это страны, но Минфин сначала всех успокоил, что это не все страны, потому что случало это очень сложно в выступлении президента, то есть видно было, человек не сильно разбирается в том, о чем говорит, но говорил грозно, как положено, видимо, по должности. Но Минфин, в общем, сказал, что это только те юрисдикции, которые стандартно используются, и потом за счет того, что направил письма в три юрисдикции, стало ясно, что, видимо, речь идет только о них, потому что до сих пор другие вроде не направлены, это Кипр, Мальта и Люксембург. И, насколько я знаю, может быть, из кого-то есть более свежие данные, что, собственно, угроза денонсации, письмо о возможности денонсации, а не о вступлении переговоров относительно изменений, было направлено только на Кипр. Почему это важно? На самом деле, в принципе, ну, вернее, как официального заявления о денонсации у нас не было. Сейчас вот у нас появился проект закона о денонсации соглашения с Мальтой, да, если он там будет принят, наверное, будет направлено уведомление, но по самому соглашению это будет означать, что де-факто это уже только с 22-го года, да? Другой год, да. Вот, и аналогичная ситуация, собственно, с Люксембургом, потому что там требования полугодичного срока, да, и единственное, где, в общем-то, не связано с полугодом, по-моему, Кипр, да, по любой момент, если в календарном году нам направим, то вот с 1 января перестанет работать. Ну, может быть, поэтому Кипр, как говорят, уже сломался и согласился на повышение ставки до стандартных статутных российских. Чего мы ждем? Да, но только по дивидендам, кстати, роялт там же не затронута и проценты почему-то. Да-да-да, там, соответственно, вот именно это направлено. Чего мы ждем, коллеги, в этом отношении? Что изменится? Ну, вот мы и видим, что меняется. Ну, вот, не знаю, Евгений, если можно, я-то начну. Ну, естественно, наибольшие, наверное, вот, опять же, страхи со стороны, там, и клиентов, и консультантов все-таки связаны, наверное, с моментами, если соглашение будет расторгнуто все-таки, и, наверное, это не Мальта все-таки, а Кипр-Люксембург, то есть, наверное, в фокусе и в особой зоне риска для потенциальных пользователей, да, иностранных компаний все-таки и бизнеса, которые получают доход из источников этих юрисдикций, наверное, основные все-таки связаны с денонсацией, да, то есть, с прекращением действия этих соглашений, потому что, ну, вот, не секрет, что, допустим, такие юрисдикции, как Мальта и Люксембург, они очень популярны с точки зрения получения всяких инвестиционных виз, то есть, вот, вторые гражданства, то есть, там приобретают недвижимость, зачастую эту недвижимость дают в аренду, получают доход, и этот доход в случае отсутствия соглашения будет облагаться два раза, и там, и, соответственно, если человек по-прежнему там проживает большую часть времени в России, значит, и в России. Потом существуют случаи, когда непосредственно, ну, вот, с Мальтой, я думаю, почему Мальта пала первой, потому что, с моей точки зрения, и, по крайней мере, из опты, которые вот есть у нас, она наименее популярна среди как международного налогового планирования в целом, так и среди, там, иных каких-то причин для создания компании. То есть, поэтому, наверное, ее просто, ну, вот, сказать, выбрали как такой некий объект для порки, чтобы другие юрисдикции были более сговорчивы в переговорных процессах, чтобы вот показать, что если вы не, скажем, не будете слушать нас, то вот мы придем к такому результату. А вообще, как бы, глобально, если вот не рассматривать утрату механизма избежания банного налогоблажения как такового, ну, тут могут быть, кстати, из случаев, если это некие операционные компании, и они являются киками по отношению к российским налоговым резидентам, то в определенных случаях там будет тоже потерян механизм зачета налогового уплаченного в стране регистрации компании, да, в налог на прибыль КИК. То есть, там есть такое определенное условие, чтобы, ну, как бы, предоставлялись документы, если у страны есть соглашение, у страны, у которой есть международное соглашение, там дополнительно заверять ничего не нужно, а если такого соглашения нет, то дополнительно нужна там процессуальную процедуру проходить. Поэтому, ну, вот, в общем-то, наверное, мне кажется, все-таки вот то, что я обозначил, это некие основные такие моменты, а вообще, Евгений, ну, кому, как и вам знать, я очень часто вас слушал на всяких выступлениях, что, в принципе, вот эти соглашения об избежании, они, в принципе, и так уже не так сильно работали, ну, как бы, не так эффективно работали, как, в общем-то, того, наверное, хотел бизнес из-за того, что там и применялась концепция фактически получателя дохода очень активно, ну, в общем, наверное, это просто явилось неким логическим продолжением, вот, политики нашего государства в области отношения к процессу вывода прибыли из России по заниженным ставкам. Наверное, как-то так. Такое мое мнение. Ну, да, действительно, соглашение, я помню, золотой период до Северного Кузбасса, 2011 года, да, когда отношение к соглашениям было даже со стороны судейского корпуса, даже с излишним пиететом, да, но международный договор, это священная корова, но после этого маятник мотнулся просто с точностью-то наоборот, я бы, ах, международный договор, инструменты планиста, к сожалению, действительно так. Ну, да, на самом деле, коллеги, а у вас не было ощущения, что вот после того выступления президента Минфин старался, знаете, то, что английское вражение contain the explosion, тоже, ну, то есть как-то максимально это выхолостить и вот, и свести к минимуму, то есть с наименьшим ущербом отсюда выйти, потому что, на самом деле, возникало такое, ну, сначала совсем страшно было, то есть Россия такое ощущение было, что мы просто готовы противопоставить себя всему миру, разорвать со всеми отношениями, вообще такие налоговые, по крайней мере. Ну, вот, и, соответственно, вот это, ну, все ожидали, что, ну, вот сейчас в этом списке еще Нидерланды появятся, да, вот, ну, вот, прям вот, глядишь, и не появляются, да, ну, то есть, соответственно, действительно некоторые жертвы, и Мальта, она очевидная первая жертва, да, потому что, на самом деле, она наименьшее значение имеет и для бизнеса, и, в принципе, для потоков структурирования в Россию. Кипр обойти нельзя, потому что Кипр – это Кипр, да, ну, вот, слово само по себе зачастую ругательное, ну, вот, как бы, соответственно, обойти никак не получается. Ну, Люксембург, ну, Бог Троицу любит, кого-то надо было запрячь. Люксембург когда-то умудрился не попадать в черные списки, там, из драфтов себя вынимал, объясняя, что он действительно финансовый центр, как оно и есть, но, естественно, когда-то я слышал выступление одного из достаточно известных планировщиков, там, европейских, который сказал, «если у нас возникает перед проблема какая-то налоговая структурирование, всегда есть волшебное слово Люксембург». Вот, соответственно, как бы, исходя из этого, Люксембург туда тоже попал. Но могло быть гораздо хуже, да, вот есть такое ощущение. Ну, я, может, высказать такую мысль, что, во-первых, когда пошел разговор вообще про вот эти структуры, как бы изначально это речь шла только про дивиденды, если мы вспомним речь президента, который сказал «дивиденды». Вот, дальше по ходу пьесы к этому прилипли как-то проценты волшебным образом, вот, и вообще там даже и роялти-то тоже были под вопросом. Второй момент, если мы посмотрим на объем инвестиций иностранных стран в Россию, вот, чисто статистически абсолютно, вот, мы там увидим, действительно, обычно первое-второе место там они делят между собой, это Кипр и Нидерланды, вот, соответственно, Кипр там существенную роль играет. Но если посмотреть Мальту-Люксембург, то с точки зрения инвестиций для цели дивиденда, да, то есть там они вообще где-то там на последних местах, и, в общем-то, почему их туда приплели, в общем-то, не очень понятно. Вот, есть не очень научная версия этого, то есть, если посмотреть на порядок стран и расположить их, как бы, как они называются, да, то есть идет Кипр, Люксембург, Мальта, и следующее, это по логике напрашиваются Нидерланды, которые у нас, собственно, с этого года называются исключительно Нидерландами, а не Голландией. Вот, то есть, в Нидерландах приняли закон, что они больше Голландии не называют. Вот, поэтому, если идут по алфавитному порядку, то, в общем-то, следующие будут Нидерланды. Вот, но, опять же, во-первых, это вопрос сроков, потому что президент достаточно четкий срок поставил с 1 января 21-го, а под это действительно может попасть только Кипр, потому что другие соглашения этого не позволяют. Вот, и опять же, какие попадут туда виды доходов? Если мы берем проценты, я вот обсуждал с европейскими коллегами, часто в Голландии, да, говорят, ребят, что там, что будет, если вот, например, у нас будет ставка на проценты там 15, да, они говорят, да ради бога, говорит, у нас, мы зачтем просто это против своего налога на прибыль, и больше проблем не будет. То есть для больших групп, собственно, ничего не поменяется, то есть оно просто, ставка будет та же самая, она просто переаллоцируется по разным странам. Вот, от этого, как бы, какого-то существенного изменения не произойдет. Поэтому, и плюс ко всему, во многих странах, в частности европейских, существует так называемая односторонняя налоговая кредита, когда они, вне зависимости от наличия соглашения, дают спокойно зачитывать иностранные налоги. В общем-то, этим не пользоваться, и, в общем-то, таким образом там эффект на большие группы, он, собственно, будет, в общем-то, не очень большой, и если это применяется как инструмент ограничения вывода средств страны, то он может и не заработать. Понятно, на самом деле, действительно, я могу единственное сказать, что, знаете, вот эти решения отличаются, наверное, от всего того, что мы видели раньше. Это, так скажем, определенной смелостью разрушение вещей, которые обычно не трогают. Да, потому что, ну, все-таки, ну, принято иметь соглашение, принято вот по модели ОССР, принято, соответственно, иметь вот такие там ставки. Если обычно мы просто видели кучу такого кручения вокруг этих норм, там, выхолощивание их в практике, там, соответственно, придумывание того, чего там нет и так далее и тому подобное, то вот сейчас просто, ну, на мой взгляд, гораздо более честная позиция, когда, ну, да, мы не хотим эту норму, вот, все, да, до свидания. Так сильно не хотим, что готовы отказаться от всего, что есть вам же будет хуже. Ну, действительно, там, кто такой Кипр, кто такая Мальта по отношению к России. С Левсимбургом, кстати, немножко сложнее. Там в России все отнюдь не уперлось. Вот, хорошо. Ну, то есть, соответственно, смотрим, понимаем, что с Левсимбургом и с Мальтой, видимо, до 22-го года ничего не изменится. Кипр, судя по всему, сломался, и мы увидим повышенные ставки в соглашении до Нового года. Ну, вот, ну, а с теми двумя странами посмотрим, что будет дальше. Вот, ну, и... Я, наверное, знаете, еще что добавлю? Вот с точки зрения бизнеса, да, мы видели, все-таки, наверное, сохранялось у кого-то ожидание и какие-то надежды на то, что можно будет эти соглашения применять, поэтому многие структуры, они сейчас в европейском тренде создавались с учетом создания там реальных офисов. То есть, вот, наблюдался очень большой спрос на создание, на открытие каких-то вот аренды, аренды, либо приобретения собственности офисов, это и найм сотрудников, это там перенесение реального центра управления и осуществление функций зарубежных юрисдикций. То есть, ну, как бы бизнес готов был тратить, но это не только по причине того, чтобы иметь возможность применять эти соглашения, там есть и иные причины, и в том числе там счета, чтобы иметь за рубежом, там, и снизить риски признания налоговым резидентом, но тем не менее, то есть вот этот процесс шел полным ходом. Я думаю, что если сейчас все соглашения вот уравняют ставки с теми, которые, ну, вот, имея в виду транзитные юрисдикции, с теми, которые есть в налоговом кодексе, то просто бизнес, безусловно, может быть, кто-то будет платить больше налогов, но при этом существенно снизится за счет расхода структуры, поэтому здесь как бы такой процесс где-то может уравняться, да, здесь прибыло, здесь убыло, вот, в общем, поэтому здесь, наверное, не все так как бы однозначно. Правда, должен сказать, что международное структурирование отличается по феноменальной вещи, где вот поговорка ломать не строит, делает, работает с точностью, да наоборот. Создать структуру не так сложно, а вот ее потом разрулить и убрать, это проблематично. У нас тут есть еще вопросы, вот Павел спрашивает, а почему только эти, ну, имеется в виду три страны, вот почему никто-то друг, вот, 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 дальше не пошли. Мы, в принципе, коснулись этого, но если кто-то хочет резюмировать. Ну, Кипр очевиден, как бы, это в основном все-таки российские деньги, заходящие, как бы, обратно в страну. Если там копать, то, скорее всего, там, конечные бенефициары в России окажутся, либо происходят изначально из России, но остальные страны так. Как правильно сказали, бухтроицу любят. Я думаю, что здесь еще вот такой важный момент, поскольку все-таки использование, скажем, юрисдикции с более высоким, таким серьезным налоговым администрированием и с признанием, ну, так сказать, с критериями для признания налоговым резидентом этих стран, ну, я не знаю, где-нибудь там, в тех же Нидерландах или в каких-то, тем более уж какой-нибудь Германии, Франции, гораздо более серьезные, чем на Кипре, Мальте и Люксембурге. То есть для того, чтобы подтвердить свою налоговую резидентность, резидентство в большинстве стран, там, недостаточно, как на Кипре, просто иметь формально директора местного, да, какого-нибудь Папандопулуса. Чек-то Паппус. И да, и штат, и те же самые вот упомянутые мной работники, и все-таки функции осуществлять, там, и так далее, и так далее, и так далее. То есть participation exemption режим всякий применять. Так что я думаю, что и из послания самого президента, который все-таки упомянул транзитность стран, да, то есть вот те средства, которые поступали бы в эти, так скажем, там, либо холдинговые, либо казначейские компании, они ретранслировались все на уровень каких-то офшоров, будучи транзитными. Все-таки в странах с более развитой налоговой системой это представить существенно сложнее. Поэтому мне кажется, вот почему, собственно говоря, вот эти страны, потому что у них и местное законодательство, помимо того, что говорили коллеги, оно более лояльное. И такое вот дружелюбное к бизнесу. Хорошо, давайте тогда оставим. Еще один есть вопрос, все-таки, исходя из послания президента. Каким же образом все это связано с коронавирусом? Если вы помните, почему-то было именно так, ответ на него не знает никто. Мы, наверное, тоже не будем пытаться на него ответить. У нас есть еще один вопрос. А в чем, на ваш взгляд, будет заключаться пристальное внимание налогового органа при экспортных операциях? Ну, ответить на этот вопрос, наверное, невозможно в прямом виде. Но, наверное, в том, что будет проводить, соответственно, аналитическую предпроверочную работу и, соответственно, проверки, допросы и прочее, прочее, прочее. То есть тем, чтобы разбираться. Это, наверное, вопрос процедурный, нежели по существу. Знаете, есть еще одна тема, которая достаточно интересна и в которой никто пока что-то до конца ничего не понял. Это вопрос, а что у нас будет происходить дальше с нулевой ставкой? Причем как по дивидендам, российский participation exemption, так и от capital gains, дохода, прироста капитала при продаже долей и акций. Потому что там явно идет перетурбация. Но вот то, что я наблюдаю, это ломаются копья. Что же все это значит? То есть все-таки к чему новые правила ведут? Кто-то хочет прокомментировать, коллеги? Евгений, если можно, чуть поточнее вопрос. Это касается в том числе и сквозного подхода. Ну да, есть, так скажем. То есть вот то, что вижу я из нашей практики. С того момента, как президент у нас высказался по налоговому соглашений, естественно, бизнес стал как минимум очень серьезно обращать внимание на вот эту проблему, ходить к консультантам, там получать какие-то адвайсы. И вот наиболее, на мой взгляд, таким популярным решением явилась возможность применения как бы сквозного подхода. Сквозной подход подразумевает то, что вот эти иностранные юрисдикции, которые используются в качестве транзитных для цели применения соглашения, они игнорируются и структура получается налогово-прозрачной. То есть, по сути, конечный бенефициар, конечный получатель дохода заявляет, что он является бенефициарным собственником. Соответственно, в таких случаях, если в конце цепочки стояла бы российская компания, то она при определенных условиях имела бы возможность использования нулевой ставки налога на прибыль на получаемые дивиденды. Ну так вот, наверное, такая ситуация, при которой, опять же, в случае сквозного подхода, значит, опять же, в качестве головной структуры используется там какая-нибудь кипрская компания со всеми преимуществами, а в конце цепочки стоит российская организация, применяющая нулевую ставку, наверное, но это как бы не очень в целом устраивает российская налоговая администрация. Поэтому, вот, собственно говоря, наверное, в том числе такие вот мысли... Я вот совершенно не понимаю, почему, да? Я помню, президент когда-то говорил, да нет, ну хотите использовать иностранные компании, да используйте, налоги сюда платите. Вот не было бы иностранной компании, да, были бы, была бы нулевая ставка. Ну, появилась иностранная компания, меньше налогов от этого не стало, Россия никому не доплачивает. Что кому не нравится? Вот я, честно говоря, такое ощущение, что вот как-то нехорошо. Знаете, мне всегда казалось, что когда вводишь любое ограничение, любое в том числе налогообложение, да, должно быть четко доказано, что, соответственно, иное будет вот хреново. Да, у нас когда обычно вот, а, надо попробовать, может что получится, вот, соответственно, опять вот, что-то как-то здесь не то. Но я не могу понять, что именно, да, вот, соответственно, как-то у меня так немножко расползаются мысли, потому что, ну, хорошо, особенно если вот вспомнить то, что я только что говорил, да, разобрать международную структуру непросто. У нас нет механизма, института редоменциализации, да, мы не можем кипрскую компанию сделать корпоративно-российской. Вот, ну, никак. Гражданское право у нас как-то не поспевает за мыслью налоговой, да, соответственно, как бы была бы такая возможность, ну, если мы хотим, чтобы эти компании стали российскими, перевели бы их в Россию, да. Здесь бы реорганизовали, слили, убрали, ликвидировали, все что угодно. Но мы этого не делаем, соответственно, у нас это невозможно. Ликвидация компании лечет Capital Gain, да, потому что у нас вот тот период без налоговой ликвидации закончился. Соответственно, патовая ситуация. То есть, если тебе не нравится, ты говоришь, мне это не нравится, я так не хочу, но ты при этом не даешь способа это исправить, но, соответственно, уже применяешь дубинку. Офигенная логика, правда? Надо было и раньше. Ну, вот это, вот что же раньше-то? Так может быть, все-таки способ дать для начала? Евгений, у нас осталось там еще семь минут, и есть еще одна тема, вот где я точно хотел бы сказать пару слов. По поводу нашего общения с государством в области налогов, которое идет, ну, как бы ни шатка, ни валка. Есть одно наблюдение за последние полгода. Мы очень много написали там от всех ассоциаций, от которых только возможно. Российских инвесторов, иностранных инвесторов. Там где-то нас напрямую спрашивало государство, где-то мы сами писали там по ковиду, по основным направлениям налоговой политики, там пойти маневром. То есть объем вот этой корреспонденции был просто чудовищный. Хотелось бы, конечно, больше общих дискуссий живых, но как бы что есть, то есть. Но вот у меня такое наблюдение. Читая некоторые предложения, которые исходят и от бизнеса, и может быть даже в первую очередь от бизнеса, и от конституционного сообщества, я вот читаю большой такой труд, там, страниц на 30, читаю несколько первых пунктов и понимаю, что дальше я читать не хочу. Потому что там встречаются такие вещи, ну, которые вообще non-negotiable. Это такой wishful thinking в худшей реализации. Например, вот по повышению NDFL было замечательное письмо, которое начиналось так, что мы считаем, что дивиденды, ну, оно не ушло, слава богу, что дивиденды должны облагаться по ставкам больше, чем доходы от заработной платы. Ну, меня всегда учили как бы обратно, больше мне читать не хотелось. Они же там были как бы нормальные предложения. Не факт, что они прошли бы, но по крайней мере что-то такое, что имеет примеры в международной практике, что широко распространено. Да, это как бы первое. Там дальше коллеги пытались написать, и написали, кстати, давайте отменим уголовную ответственность за налоговое преступление. Нет, я, конечно, может быть, и хотел бы, хотя никогда для себя лично, будучи налоговым менеджером Симмонс, не считал это высоким риском. И все бы хотели. Но мы же понимаем, что у нас начнется, если это будет отменено. Это будет как в анекдоте. Вот тут карта и пошла. Дальше из реальных примеров. Давайте отменим критерий обоснованности расходов вообще. Ну, давайте ведро кокаина как бы на всех купим, бассейн шампанским. Ну, это просто нереализуемо. И мы вот таким белым шумом, как бы, ну, человек открывает это, вот вы бы что сделали. Я бы просто посмеялся, закрыл бы, дальше бы не читал, запустил бы это в шредер и сказал, ну, эти люди абсолютно неадекватные, с ними невозможно беседовать. И я как бы всех понимаю, бизнесу очень хочется. Как бы, если там во главе ассоциации в результате избирательного процесса стоят консультанты, консультантам не хочется говорить «нет» бизнесу, потому что завтра с ним как бы работать. Но это просто ни к чему нас не приводит. Это ведет нас в обратном направлении. Поэтому я бы всех попросил вот чуть-чуть умерить аппетиты. У нас огромное игровое поле, где наши, как бы, где мы находимся в своем праве, начиная с электронных услуг и еще много чего. Вот давайте все-таки играть на нем, а вот это вот оставим, потому что это нас не приближает. Тут не работает вот так вот, что мы побольше поставим на середине, согласимся. Нет. Оно вот так вот здесь точно абсолютно не работает. И это видно. И я по некоторым обсуждениям публичным, вот не только по письменному эпистолярному жанру из государственного органа, по публичным обсуждениям, вот у меня иногда возникает впечатление, что эти публичные обсуждения по тем задаваемым вопросам. Ну тут уже конституционное сообщество сильно отличилось. Вот мне кажется, что я, как бы, какой-то канцильери этой мафиозной семьи и проходит, как бы, какой-то семинар, какие будут налоговые последствия или там уголовно-правовые последствия. Но бизнес не такой, мы не то обсуждаем. Вот какая-то реконструкция в случае махровых однодневок это бесполезно обсуждать. Вот в принципе бесполезно обсуждать. То есть надо сильно поумерить аппетиты и сконцентрироваться на тех вещах, которых и так много, мы все равно даже их не обсудим. Но где мы в своем праве находимся. Иначе вообще ничего не получится. Спасибо. Спасибо большое. На самом деле, ну, даже с махровыми однодневками, как ни странно, попадает и большой бизнес. Зачастую туда затягивают самых низших позиций. Как правило, обычно ищи прокюрмент-офицера, который в это поиграл. Вот. Но на самом деле и приходилось защищать частности людей, которые там и генеральных директоров из России убирать на место, на время расследования и так далее и тому подобное. Крупных трансляциональных корпораций. Поэтому лучше не зарекаться. Но я абсолютно согласен. Потому что, в общем, не надо уподобляться там известному экономисту Глазьеву, который там последние десятилетия бегает с одной только мыслью. Давайте отменим все налоги и введем ресурсную ренту. Все. Как бы, это, может, интересная идея, но только явно не проходная. Вот. И, как бы, но единственное, у нас сейчас есть огромное преимущество по сравнению с тем, как это было раньше. Потому что, если нас сейчас хотя бы слушают, да, то не всегда, не всегда внимательно, но, по крайней мере, какие-то вещи можно, да, в какой-то момент говорят, ну все, мы вас услышали, а дальше мы разберемся, да. Но хотя бы так. Я вспоминаю, когда в конце 90-х шла гонка в отношении первой части налогового кодекса, потому что ведь тот, который был принят в закон, это была вторая альтернативная версия. Основное было авторство Шаталова. И там, на секундочку, в одной из первых статьи преддавалось понятие налогового кодекса, что такое лоцман. Да, то есть такое основоплагающее понятие. То есть это был чудовищный документ. И собирались конференции за конференцией, куда приходил Шаталов, рассказывал про свой проект. После чего выходил бизнес и не оставлял камня на камне. Наука выходила показывать, что это полный идиотизм. Проблема была в том, что сразу после своего выступления Шаталов всегда выходил. И он никогда не слышал, что же, собственно, о нем думают об этом проекте. Сейчас, по крайней мере, есть возможность довести до государства то, что мы думаем и этой возможностью пользуемся. И это зачастую дает определенный эффект. Далеко не такой, которым нам бы хотелось, но все-таки. Коллеги, наше время истекло. Спасибо всем большое за очень интересную дискуссию. Мы ответили на вопросы, которые там нам дополнительно задавались. Я думаю, что дать нам волю мы еще часа три можем проговорить, и у нас мысль будет перестекать из одного в другое, в третье и так далее. Потому что все очень-очень интересно. Ну, а пора заканчивать, и я, наверное, возвращаю слово Васильеву. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова